Дорогие друзья, нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Для нас это очень важно. Агния Андреева открыла третью неделю слепых прослушиваний в музыкальном шоу «Голос. Дети 7». Девочка смогла развернуть в себе все кресла наставников. Агния родилась 18 января 2014 года в Москве. Девочка проживает с мамой и папой. Мама занимается карьерой дочери и ведет ее страницу в Инстаграме. А отец девочки художник. Константин поддерживает двух своих самых любимых женщин в любых начинаниях. Он старается сопровождать дочь практически на все выступления. Семья любит активный отдых на природе. Агния часто путешествует с родителями за границу. Девочка успела побывать в Грузии, Латвии, Франции, Италии и на Кипре. В интервью для шоу «Голос. Дети» Агния сказала, что пойдет в школу только в том случае, если там будет интересно, и ее будет вознаграждать за хорошие оценки. Примерно с двух лет родители отдали девочку заниматься в театр-студию Непоседы. Там она занимается не только вокалом, но и хореографией, актерским мастерством, а также посещает курсы по тренировке дикции. А совсем недавно юная артистка начала осваивать фортепьяно. Девочка выступает на концертах студии Непоседы. Она поет и участвует в театральных сценках. Также Агния выступает на городских мероприятиях от лица творческой студии. В 2018 году девочка завоевала звание «Мисс Непоседа» в младшей возрастной группе. В Инстаграме юная артистка мама выкладывает фото и видеоотчеты с концертов студии Непоседы из московских мероприятий. Также на своей странице девочка рекламирует товары для детей. Агния выступала в третьем выпуске «Слепых прослушиваний». Она исполнила кавер-версию песни Джеймса Брауна «I Feel Good». В интервью девочка рассказала, что композицию ей подобрала преподаватель по вокалу. Агния сумела развернуть три красных кресла. Баста повернулся к ней в самом начале, ближе к концу Полина Гагарина. И практически на последних нотах Валерий Меладзе. За исполнительницу происходила настоящая борьба. Девочка разволновалась и очень долго решала, кого же выбрать на наставники. Она пошла в команду Полины Гагариной. Свой выбор Агния аргументировала тем, что певица ей очень симпатична. Наставница так обрадовалась решению девочки, что даже вынесла ее со сцены на руках. В свою очередь, ведущий голос дети Дмитрий Нагиев сказал, что Агния сделала очень правильный выбор. И она войдет в историю шоу, как самая талантливая и прекрасная беззубая принцесса. Самая талантливая и прекрасная беззубая принцесса. Видео с выступлением девочки набрало больше двух миллионов просмотров на ютюбе. Несмотря на то, что наставники были очарованы рыжеволосой певицей, многие зрители посчитали ее слабой конкурсанткой. Некоторые писали, что до нее выступало много более достойных кандидатов. И она еще слишком мала для участия в таком масштабном шоу. Агнию пришли поддерживать ее родители, друзья и педагог по вокалу. За ее выступлением следили другие участники шоу «Голос. Дети 7», которые вместе с Агнией занимаются в студии «Непоседы». Ангелина Дерябина, Алиса Смирнова, Дарья Киселева и Агата Горбачева. Они искренне подбадривали коллегу в социальных сетях и очень обрадовались, когда узнали, что она прошла дальше. Несмотря на наличие неодобрительных комментариев, у Агнии мощная группа поддержки и большое количество поклонников, которые верят, что у нее есть все шансы стать великой артисткой. Давайте и мы пожелаем, чтобы у Агнии Андреевой все сложилось. Продолжение следует...